Поехали. Раз, два, три. Одним из этапов конкурса среди работников гражданской обороны стало оказание экстренно-врачебной помощи пострадавшему. Молодому человеку, находящемуся в состоянии клинической смерти, его родитель исполняет учебный тренажер Максим Трей, необходимо помочь выжить. С поставленной задачей участник Марат Юничев справляется на отлично. Свидетельством реанимирования Максима служит появление пульса и сужение зрачков. Специалист БАШРТС также хорошо справился и с теоретической частью конкурса, справившись с тестом за 10 минут. Естественно, прежде чем учить людей, учить персонал, конечно, человек, который обучает, он сам что-то должен уметь, и сам должен владеть и теоретическими, и практическими навыками. Я считаю, что это необходимо, тем самым подстегиваешь сам себя, то есть заставляешь вспомнить что-то, где-то что-то почитать, где-то какие-то практические навыки вспомнить. Еще одним этапом по выявлению лучшего работника стало управление пылевым дозиметром, определяющего точный уровень опасной радиоактивности. Исходя из сферы деятельности, участники умело управились с прибором, как можно быстрее на время приведя ДП-5В к работе, не допуская ни малейшей погрешности. По команде «Надеть противогаз на скорость» это задание, естественно, также вошло в конкурсные этапы. Закрыть глаза, задержать дыхание и, главное, четко выполнить все действия, стало необходимыми условиями для успешного выполнения. Справиться со всеми заданиями с первого раза удавалось не всем, ведь для кого-то практик участия в подобных мероприятиях является первой. Но требования ко всем конкурсантам, разумеется, были одинаковы, независимо от опыта работы и возраста. Участники проходят несколько этапов. Первый этап – это теоретические, где 30 вопросов, и учитывается скорость ответов, правильность ответов, очень важно. Второй этап – это надевание средств индивидуальной защиты на себя и на пораженного. Проводят действия по реанимации тренажера типа «Максим». Также критерии правильность. И еще один этап – это работа на приборе ДП-5В, где учитывается правильность работы, подготовка этого прибора к работе, и быстрота, естественно, тоже на секунды. На этот раз показать свои знания и навыки в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций смогли 14 специалистов городских предприятий и 9 учителей УБЖ-учреждений среднего образования. Проводим два конкурса. Это первый конкурс – лучший работник по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям среди работников предприятий и лучший преподаватель по организации обеспечения безопасности жизнедеятельности среди преподавателей средних образовательных учреждений нашего города. На конкурсе в обязательном порядке среди преподавателей мы еще смотрим их презентацию, как они проводят занятия, это как открытый урок. И далее будут, само собой, конкурсные комиссии определены лучшие и награждены ценными подарками и дипломами в администрации города. В городе конкурс состоялся в пятый раз. Победитель муниципального этапа, а в этом году это определившийся лучший работник предприятия, а также преподаватели ОБЖ среднего образовательного учреждения отправятся на конкурс республиканского уровня. Анастасия Кригородова, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».